Я хочу сейчас немножко поделиться тем, что произошло на этой неделе. Это была Тирабава Шилы Горудева Нарайана, с вами Махараджа. И мы, поскольку переехали в Краснодар, мы впервые поехали в Краснодарскую Сангу. И там произошло удивительное. То есть я знала двух вайшнавов, оттуда узнала. Мы во Вриндаване проводили время вместе на парикрамах. Остальных никого не знала. И когда мы с мужем пришли и сели, вдруг один замечательный прабуз сказал, «О, это же ученики Сада Махараджа! Какая радость!» И я просто, честно говоря, была ошарашена, потому что он сказал, я уточнила, это тот самый Сада Махараджа из Германдира. Он сказал, «Ну, конечно, да, он так известен на Украине. Его портреты стоят у старших преданных на алтарях, слушают его катху, она так всем нравится». Я просто сидела, не верила своим ушам, потому что мне казалось, что я знаю всех, кто активно слушает, особенно если на алтаре стоит. И оказалось, что нет, что на Украине Гурудев сам проповедует, его катха сама проповедует. В общем, где они слушают? Ну вот в группе, наверное, есть группа ВКонтакте у Гурудева. И мой блог есть, где я часто пишу и о зумах, и выкладываю всё. В общем, вот так. Это было удивительно. И потом мы все делились по поводу Тирабавы. И я, когда в конце говорила, я сказала о том, что Аканда Гуру Татва, о том, что Гурудев, истинный Гурудев, истинный послание Гауранги, учение Гауранги, Рупа Гасвами, что это действительно такая непостижимая одна, один поток и один Гуру, он перетекает в другого. И это так оно и есть. Я сказала, как это в моей жизни было. В общем, и вот сам наш приход — это было доказательство того, вот этой Аканда Гуру Татвы, когда в нас узнали учеников от Гурудева, саду Махараджа. При этом мы же являемся, я являюсь ученицей Нарая Нагасвами Махараджа. То есть сами жизненные вот эти обстоятельства, эту Аканда Гуру Татву подвели к этой теме. Это как нельзя лучше, эта тема подходила для Тирабавы. Вот, сейчас я на английском все это буду говорить. Рады-рады, Гуру Татв! Рады-рады, Гуру Татв! Рады-рады, Гуру Татв! Рады-рады, Гуру Татву. Рады-рады, Гуру Татву. Рады-рады, Гуру Татву. Рады-рады, Гуру Татву, Гуру Татву, Гуру Татву, Гуру Татву. Рады-рады, 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 Гуру Татву. If you are a follower of Rupagaswami and Gauranga, they're really like one flow. And they're like flowing one to another and like a stream without breaking, without limits, like a full stream. So Guru Dev Narayana Maharaj, he transforming into you and it's like going and going, non-stopping. So it was really my realization and I shared with the devotees with these my feelings, that I'm feeling like this in my life. This is Rupagaswami. It starts from Rupagaswami and who realizes they go through one by one. It's Rupagaswami. It started with Rupagaswami and those who realize it, they go through one by one, those who follow it. This is the mercy of Mahajans. All Mahajans are great who help us to come and realize this truth and to be in this reality. It's the mercy of Mahajans. It's the mercy of Mahajans. those who help us to understand all these things, those who go one by one. Rupagaswami means Radha Dasi. Rupagaswami means Radha Dasi. And they have only one desire. Rupagaswami means Radha Dasi. Rupagaswami means Radha Dasi. Rupagaswami means Radha Dasi. И передай Вашнаму. Передай Вашнаму моё почтение, вырази уважение и скажи, что это великое дело, что мы все в этом великом деле находимся, в этой рупануге. Передай Вашнаму моё почтение, вырази уважение и скажи, что это великое дело, что это великое дело, что это великое дело, что это великое дело. Когда я скажу, пойдём к Кришнамрите, к этой тёмной нектарной ямуне, для того, чтобы принять воду. Когда я скажу, пойдём к Кришнамрите, к этой тёмной нектарной ямуне, для того, чтобы принять умовение. А дочь Ришабану шутливо ответит. О, Саки, подожди, когда придёт ночь. Когда же я получу столько нектара, игривого внимания от неё? Внимание Радхики к её служанкам. Комментарь. Иногда этот стих можно перевести в противоположных ролях. Шримати Радхика говорит, «Саки, давай пойдём принять умовение в Кришнамрите». «В нектарном Кришне или в тёмных водах ямуне». А Шрипада в своей форме кинкаре ответит. «Просто подожди, пока придёт ночь». «Тогда твои старшие не заметят нас». «Тогда твои старшие не заметят нас». «Я отведу тебя омыться в нектаре Кришны, как ты этого пожелаешь». «Для этого я отведу тебя в Куншу Вриндавана». «Когда Шримати слышит эти слова, экстаз, называемый Рати, проявляется в ней». «И хотя она пытается скрыть его признаки от своей служанки». «Она всё же проявляет лёгкую улыбку». «Служанка считает себя благословлённой, наслаждаясь сладостью этой улыбки». «Служанка считает себя благословлённой, наслаждаясь сладостью этой улыбки». «Шримати ругает свою служанку взглядом, полным незначительного любовного гнева». «Утром служанки приносят цветы кадамба, чтобы сделать цветочные украшения». «А также они делают цветочные гирлянды для того, чтобы украсить Шримати». «Мёд капает с этих цветов, потому что их принесли очень быстро». «Шримати берёт один из таких, истекающих мёдом цветов кадамбы, и бьёт им свою служанку». «Служанка благословлена подобным избиением и видит красоту глаз и лица Шримати в этот момент». «И она думает, сколько же милостивого внимания Шримати уделяет мне, ударяя меня этим полным мёда цветком кадамбы». «Внезапно трансцендентное видение исчезает, и Шипада смиренно молит, «Когда же я получу от тебя столько внимания?» «В некоторых изданиях этой книги в стихе сказано «яватити» вместо «яват ети». «В этом случае стих можно трактовать в другом сладостном значении». «Сегодня Мадава послал послание Шримати о том, что она может встретиться с ним в роще деревьев, в келе кадамба». «И она ночью, поэтому она ночью идёт туда, навстречу с ним». «И из-за того, что её тело сияет как молния, она смазывает его тёмным мускусом и одевается в синюю сари и синюю накидку. Она надевает на шею сапфирное ожерелье, а на запястье синие браслеты, для того, чтобы её никто не смог этой тёмной ночью заметить». Так она сливается с тьмой ночи. Шримати взволнованно приходит во двор места встречи. И когда её Нагара слышит этот перезвон колокольчиков, ножных колокольчиков в Шримати, он с большим рвением берёт её за руку и вводит в кунжу. Их сердца тают от любви, когда они смотрят друг на друга. Рай сидит слева от Шьяма. Их желания, их обоих, полностью исполнены. Шрипада в своей кинкаре форме погружена в своё служение. Когда юная чета начинает свою любовную игру, она выходит наружу и наблюдает за их сладкими играми через щели в стене из Лиан. Слово «кадамба» также означает изобилие для богатства. Сладкий нектар любовной игры Радхи и Мохана изливается за пределы кунжа. И когда божественная чета завершает свою любовную игру, служанки входят в кунжу, чтобы служить им. Они принимаются омахивать им, приносят прохладную ароматную воду, а также листья бетеля. Шримати, которую также называют «веласинимани» или «сокровище среди игривых девушек», забывают всё от экстаза. И хотя Шяма с ней, она думает, что она находится в одиночестве. И она считает, что день ночью. В таком состоянии она говорит своей служанке. И она говорит, «О, Саки, давай же быстрее пойдём к Кришнамрите, к Ямуни, для того, чтобы принять умовение». И кинкари ей отвечает, «Ну, с вами не сейчас же ночь». «Давай подождём прихода утра». И поняв свою ошибку, Шримати начинает смеяться. И служанка считает её сладкую улыбку величайшим вниманием к себе и своей наградой. Когда это видение исчезает, она молит, «Когда же я получу столько внимания и чести?» О, Радхе, о Винодине, будь милостива и считай меня своей служанкой. «Когда же ты, охваченная любовным блаженством, прикажешь мне, пошли купаться в Кришнамрите?» Я отвечу, просто подожди, «О, Кришнамай, Кришнаприя, скоро придёт ночь». Я отвечу, «О, Кришнамай, Кришнаприя, скоро придёт ночь. Тогда я отведу тебя в кунжу и заставлю тебя омыться в нектаре, Кришна». Когда же ты услышишь эти слова, ты наполнишься радостью и бросишь ароматный нектарный цветок Кадамбы прямо в меня. Когда же волосы на моём теле встанут дыбом от счастья, когда я получу столько внимания от тебя? Это сладостная игра между свамини и кинкари. Такая сладкая. Я отвечу, «О, Кришнамай». Я отвечу, «О, Кришнамай». Кришнамай» «О, Кришнамай» «О, Кришнамай» Но она понимает, что она хочет идти к клюкву с Krishna. Она очень любит его. Она говорит, что Слава мне, что она хочет быть вечером. Я не знаю. И эта игра происходит утром, когда служанка беседует со свамини, и она говорит, «Пойдём, омоемся в Емунии», она называет её Кришнамритой, а Радика думает, что речь идёт о Кришне, и она настолько переполнена этим сильным желанием встретиться с Ним, что она теряет рассудок, и тогда служанка говорит, «Нужно для того, чтобы действительно омыться в этой Кришнамрите, нужно дождаться ночи, сейчас ещё рано». Кришна, вы говорите одно слово. Кришна — Адрамрита. Адрамрита — это липс. Кришна Майя, И когда Радика слышит Кришнамрита, ей приходит на ум Кришна Адхарамрита. Что такое Адхарамрита? Это нектар уст Кришны. То есть она думает об этом. А кто такая Кришна Майи? Это та, кто полностью погружается в Кришну, полностью тонет в этой Кришне Адхарамрите. В нектаре уст Городев говорит, нектар уст — это поцелуй Кришны. Кришна Адхарамрита — это Кришна Адхарамрита. Кришна Майи становится как Кришна. И когда Радика говорит, что она хочет омыться в Кришна Амрите, только служанка может понять истинный смысл этих слов, что она имеет в виду нектар Кришны, нектар его уст. И служанка понимает этот смысл, и она говорит, ну, ему не ещё рано омываться, то есть намекая на то, что с Кришной я поведу тебя встречаться ночью, вечером. И Радика, почему она здесь разгневалась? Почему вот этот сладостный гнев проявился? Потому что она рассердилась. Как это ты понимаешь так хорошо мои чувства, что я имею в виду? И она рассердилась и сказала, ты понимаешь всё слишком хорошо обо мне. Ты всё понимаешь, но, пожалуйста, держи язык за зубами, помалкивай. Поэтому она так немного рассердилась на меня. Она немного рассердилась. Месса? Месса? Месса. Ласа? Нектер. И также Адрамирта, который также приводит к нектару. Из Лепша также приводит к нектару. Таким образом, эта раша приходит из Кадамма. Кадамма means Радика. Кадамма means nothing else. Таким образом, Кадамма means Krishna. Таким образом, когда Кадамма means Rady, this is Parkya. И дальше, что с Вами не делает? Она берёт свежесорванный цветок Кадамбы, который ещё сочится этим нектаром, потому что его очень быстро принесли. И она ругает им свою служанку. Почему именно Кадамба? Потому что на языке Паракии, шастры с нами на языке Паракии говорят, когда мы читаем Тамал, это значит, про Кришну идёт речь. А если появляется Кадамба, значит, речь про Радику, про её чувства. И что такое этот сок, который ещё стекает с цветка? Это раса. Сок — это сладость, нектар. И также, вот эта адхарамбри — это тоже символ того. Радика, Раша, Раса, стадковик. Субтитры сделал DimaTorzok И когда Радика начинает бить свою служанку вот этим кадамбовым цветком, который сочится мёдом, что это значит? Значит, что только слыша слова служанки о Кришне, Радика уже полна этой расы, она как этот цветок, исполнена нектарой, исполнена расой. И поэтому это олицетворение этого цветка с ней самой. Поэтому она в гневе именно таким цветком и бьёт свою служанку. Субтитры сделал DimaTorzok и бьёт свою служанку. Субтитры сделал DimaTorzok и бьёт свою служанку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и бьёт свою служанку. И что дальше происходит? Кришна, он знает, что они встретятся вечером в определённой кунжи, и он ждёт её. И когда он слышит, как она приходит, он с большим рвением ей навстречу выходит и заводит её в кунжи. Шимати взволнованно приходит во двор места встречи. И когда Нагара слышит, как звонят её ножны колокольчики, он с большим рвением берёт её за руку и ведёт в кунжи. И их сердца тают от любви, когда они видят друг друга. Это задача Манжари, это их, можно сказать, работа. Как сделать так, чтобы Божественные чета встретились друг с другом? И они чувствуются в служении. Потому что это самый высший служение, который вы можете жить 24 часа с Деванной сознанием. И они гордятся своим служением, потому что это наивысшее служение, которое таких преданных занимает 24 на 7. То есть они всегда и полностью погружены в такое подобного типа наивысшее служение. Поэтому они горды этим. Гуру Дев, могу я спросить, пожалуйста? Да. Гуру Дев, here it is saying that it's the moonless night. It's completely dark. So Radhika is covering herself with musk. And she is putting on her dark sari and dark cape. So Radhika also is called Krishna. Krishna, it means like dark. Does it mean that this name means this Radhika who is twisting, going to the Abhisar in the moonless night? So she is preparing herself that nobody can see in the dark night. If you see the dress white, others will recognize that. So everything to dress in the dark is easy to see the white. I asked if there is Radhika's name, Radhika's name is Krishna. There is a picture that she is in the dark night that she is wearing a yellow light, she is wearing a yellow light, she is wearing a yellow light. And I asked if it is Krishna's name, like this Radhika, who is in the dark night, who is looking for a light, she is looking for a light. yes, she is completely hidden, so that she is not visible. Because if she is wearing a light, then in the dark night it will be very visible. But she cannot see. It is dark. It is dark night. It is dark night. It is dark night. It is dark night. And Radhika also does dark night, that nobody can see. I see our face also, that nobody can see. И тёмного Кришну никто в такую ночь безлунную видеть не может, Он естественным образом скрыт. И Радика тоже делает всё, чтобы её было незаметно, даже покрывает лицо, чтобы никто не заметил, как она идёт навстречу с Ним. Продолжение следует... Продолжение следует... И они встречаются в Кадамбовой кунже. Почему именно там? Потому что Кадамбовая кунжа, сама Кадамба — это олицетворённая Радика, это её чувства. И Кадамбовая кунжа, значит, это кунжа, которая наполнена только её чувствами, только её настроением. И когда Кришна входит в такую кунжу, он уже от самого присутствия в ней, он уже весь там в экстате, то есть он ошеломлён. И Кришна желает всегда прославлять любовь Радики. И он говорит ей, «Твоя любовь наивысшая, она подобна целому лесу Кадамбу». Он говорит ей, «Откальзи». 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 И Гуру Дев говорит, читай дальше, Сунити говорит, мы уже закончили этот стих, и на самом деле он просто как-то завораживает. И Гуру Дев говорит, что это так, потому что здесь каждое слово написано не просто ради красоты, ради какой-то поэтичности, оно осознанно. Поэтому в этой книге настолько мощное впечатление эта книга производит, потому что каждое слово здесь прожито, то есть оно осознанно. И по милости мы можем, по милости вот этих осознаний, этих слов, мы можем эти картины видеть у себя в сердце, потому что все реализованные слова вайшнавов, они рисуют картину у нас в сердце, они просто в уши входят. А также я чувствую, Вурдив, в этом вещество, то Кингариде . Друзья, с вами, с праздником, с хорошей карданба, с gerçek камданба, что она тоже коллекция. Встреча, с кучей маршритинга, , которая есть вообще, что они придут эти камданба, которыеечат они, что они делали. Дриpping? Дриpping? Ну, из Кадамба она дриpping, из Радика она дриpping. Да. Она слушает, ее любовь начинает дриpping. Да. И даже с видом. Я слушаю, что я буду готовить в вечерненькое время, когда моя любовь, кришна, что-то серьезно, когда любовьusquhar, это сделано. ила, раса она дриpping, прохватила, и она понимала, но она понимала. Тинкерии, она понимает. что я разговаривала. это просто нет, и она старается носить. Она начинает говорить о своем, и она начинает говорить. И она начинает говорить о темном, Why? Because don't say these things. It's my and your personal thing. You start, I will start dripping from this. You see, if love is from me, you start dripping. But next, you know, stop it. I cannot, I cannot listen. I will become mad. Too long waiting time in between. Good evening. How are you? Let me translate, please. And Sunniti говорит, что смотрите, как здорово. Служанка, она вдохновляет свами этим цветком, кадамбы. То есть они приносят, для того, чтобы делать украшения, для того, чтобы вдохновить Радику на определённые чувства. И Радика, вот эти речи о том, что пойдём купаться в Кришнамрите, Радика от этого начинает из её сердца, начинает исходить этот нектар, потому что она в предвкушении встречи, как этот цветок кадамбы, свежесорванный. И Радика, видя, что её служанка на сто процентов понимает её сердце и ум, она немножко входит в такой гнев, что ты понимаешь, ты помалкивай, и она начинает её шутливо стукать этим цветком. И очень такая сладостная картина. И она говорит, смотри, сейчас утро, и вот ты мне всё это говоришь, да, встреча с Кришной, я уже готова бежать, идти, то есть что ты со мной делаешь, зачем ты так меня мучаешь, да? Радика говорит, поэтому она начинает служанку останавливать, когда её шутливо бьёт цветком. Вот такая раса между свамини и манжари происходит во время их общения. И также я могу вам сказать, Сунити, can you remember also? Amazingly, this verse also connected with Shiloh Gurudev, с Narayana Maharaj, because his disciples, his senior disciples revealed that his manjeri service is to guide Radhika in the moonless night through the forest. Radhika is keeping her hand on her shoulder, on our Gurudev's manjeri form shoulder, and she is guiding her in the moonless night when she, and probably she also helped to cover her face with this black musk and to dress her in bluish garments because Shila Gurudeva Narayana Maharaja's Svarupa dress also in blue. So this verse is amazingly refers to his eternal service. Yes? Right? Am I right? Beautiful. Actually, when the manjeri becomes, he always lives with Sadatariya. Sorry, Gurudev, when the manjeri what? When Anijeeva becomes manjeri, he is needed to be always with Dati of Swami. Right? So he has to be always, and he is meditating this past time. So when he is studying, he remembers this past time of meeting, and this is the most sweetest past time. Only by listening the words of Manjari, Radhika starts melting in love. She cannot control herself. Dropping means a deep meaning of that. She says, how I can wait up to night is still I am start dropping. My love cannot, right? Dripping. 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 I will die up to evening. Don't say this. In separation. How I will troll this? I have to wait. It's a long time to wait. And then, you have to remember that your Guru Manjari is there in this place. Narana Mahārāja. He was in this Seva. So he is reminded this time this Lila Swami is doing and he explains that. With anyone Manjari, not only one past time happens. Because Radhika every moment new past time happening. Or you can fix to one Manjari in one past time. Impossible. Let me translate, please. And Guru Dev says that anyone who достигает this level when he sees Manjari and plays in the games he is listening to such Lila and he always sees himself there. This is a wonderful Lila. When Manjari is so united in the heart with the Swami, that she says things that she skrived ото всех, да, она говорит, что намекает, да, что подожди ночью, и тогда я помогу тебе омыться в этой Кришнамрите. И Радика, она как этот цветок, то есть от этих слов у неё тает сердце, как вот этот цветок сочится соком, так же у Радики начинает таять сердце, и она начинает свою служанку ругать, да, чтобы она не раскрывала её сердце, что творится в её уме, её сердце, да, не говорила это, не озвучивала. И он, Гурадев говорит, что Нарайна Махараш, да, Шила Гурадев, что он как Манжари, он участвовал в этой лиле, и он как Манжари, он всегда рядом с Радикой, каждый момент и в этой лиле, и в каждой другой, которая возникает, каждую секунду Радика, да, она не останавливается, она движется, и лила происходит, и он всегда находится рядом с ним. Манжари — это саду. shadow means when the original goes, shadow goes. И Манжари значит тень, и куда идёт источник тени, куда идёт сама тень. Shadow exists with original. и тень не существует без своего источника. Yeah. Only the shadow keep little free time when the shadow goes to one corner that they can meet easily without any disturbance. И тень, она уходит только когда это нужно, в очень таких моментах, да, когда Радике нужно остаться с Моханом наедине, вместе, только тогда эта тень уходит, а в другие, в других случаях нет. и в других случаях нет. I didn't think they are also shadow is there. They don't want to give any disservice to making time. that's the point. Но даже во время встреч эта тень остаётся там. Манжари остаётся рядом со свамини, но она настолько незаметна. Она рядом, но она прячется, потому что она не хочет доставлять неудобства, но она находится там. Read more. When can I see Radha with her charming character shyly looking down at her own toes? Когда же я увижу Радху с её очаровательным характером, когда она застенчиво будет смотреть вниз на свои пальцы ног? When she sees the moon-like face of Krishna. Когда она издалека замечает луноподобное лицо Кришны. The king of relishes from afar as she steps along with jingling ankle bells. Когда она издалека замечает луноподобное лицо Кришны, царя среди наслаждающихся, и которая затем идёт к нему, позванивая своими ножными колокольчиками. застенчивая ши-радха комментарий. Мохан услышал от попугая, что Радха пошла на ямуну принять умовение. поэтому подаив своих коров, он отсылает своих пастушков вперёд. слышу, вам каиру к queste лизо фи-и-и-и-и-и-i-i-i--i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i bih. Это не так, что это не так, что в ков-милке-тайне. Вы понимаете? Вы понимаете? Вы понимаете? Если есть, если есть ков-милки-тайне, то он думает, что он в ков-милке-тайне или ков-милке-тайне, потому что сакхаза всегда есть ков-милке-тайне. И когда он встречается с Радха, он оставит его с друзьями, то значит, он оставит его с друзьями. И Гуру-деф говорит, что смотрите, о чем здесь говорится, что подаив своих коров Кришна, говорится здесь в стихии. «Подаив своих коров Кришна отсылает своих пастушков», то есть он оставляет друзей позади. И под предлогом желания полюбоваться он уходит к Радике. И Гуру-деф говорит, смотрите, когда говорили, что Прабхупада – это пастушок, у него сварупа пастушка, но откуда тогда он знает про отношения Радики так много и реализовано? Друзьям это недоступно. Посмотрите, как Кришна оставляет друзей позади, то есть он оставляет своих друзей ради чего-то более для себя высокого. Поэтому это неправда? И Рупаноги – это только ради Кадаси. Рупаноги – это только ради Кадаси, и наш Прабхупада несомненно является Рупаногой и Рададаси. Есть один класс на хинди, где он прямо говорит о том, что мы Рупаноги и должны следовать Рупи Госвами и Рупи Манджари. И Гуру-деф говорит, что Гуру-деф сейчас очень много слушает классов Шилы Прабхупада на хинди, у него очень много реализаций. То есть он очень много выносит оттуда. И подаясь своих коров, Кришна отсылает пастушков. И под предлогом желания полюбоваться красотой садов Халмана Нандишвары идет на берег Ямуны. Идет на берег Ямуна. Идет на берег Ямуна. Идет на берег Ямуна. Три паст-тай, вы видите, в одной лиле. Три паст-тай. Смотрите, он в одной лиле, в одном увидел три лилы сразу. Смотрите, ты иди застав садов Халмана Нандхари. И как это происходит? Он, возвращаясь в своё сознание саддаке, шрипад, он начинает молиться, причём он не думает вообще ни о чём материальном, он сосредотачивается полностью на Радике и молит её, чтобы она вернула его в созерцание духовного. И Радика снова позволяет ему увидеть, что происходит дальше в играх. Что такое быть Рададаси? Да, что значит быть Рададаси? Это значит всё делать с любовью, всё делать в премии. Это значит всё, чтобы мы не делали, любую работу нужно совершать, думая о Радике, посвящая ей. А это значит, делая с любовью и ради премии, ради самой премии. Но это 12.30. Это значит, что это очень красивый партнер, красивый партнер. Мы будем продолжать. Yes? You know? The next class. My mind was fixed when it comes from the Kadamba flower and beating to Manjiri. That is the mercy of Radhika giving to Manjiri. And I no listen after that because I fixed there. And when he becomes angry and Manjiri becomes happy, that was the ecstasy of me. So I no listen out of that. What is a mistake? You excuse me. I was fixed there in that past time. Sorry, but I explained right or wrong. This happened to me. Because so much ecstasy for Manjiri. So much grace for Manjiri. She's not angry. She's beating also. She's a great marquillist. I don't know. I don't know. Gurdew говорит, что я прошу прощения, но я признаюсь, что когда мы читали этот стих предыдущий, что я дослушал только до того момента, когда Радика игриво, в таком гневе, в шутливом, она бьёт свою служанку этим цветком, говорит, мой ум просто зафиксировался и дальше уже не пошёл. то есть дальше я уже так в полуха слушал, потому что абсолютно погрузился в эту картину, зафиксировался на ней, поэтому что я там говорил, простите, если какие-то ошибки были, но я просто дальше не мог пойти. Я зафиксировался на этой картине. И когда мы в нашем телесном сознании, если мы с кем-то ссоримся, мы перестаем разговаривать, мы дуемся на кого-то, а тут, смотрите, вот её бьют служанку, она, наоборот, счастлива, она думает, наконец-то я вижу эту расу, которая течёт из вами, как из этого цветка Кадамбы, и вот она меня им лупит, я счастлива, я получаю милость, я хочу ещё, потому что я вижу это очарование, вот этой расы, исходящей с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Вы пойдёте настолько глубоко, насколько Ваша Бхава будет, чувства будут увеличиваться, и чем больше у Вас будет чувств, тем Вы быстрее сможете вкусить расу. Да, Семкин Корректор А.А.Семкин Корректор А.Егорова. Семкин Корректор А.Егорова. Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok